Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 7 февраля и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар коррекционный нисходящий сценарий продолжается. Следующая цель для движения – это уход ниже отметки 1.2313, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, ну и уход ниже данного уровня, откроет предпосылки на снижение в область 1.2149. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.2434. Пара британский фунт, американский доллар, также находится в нисходящем коррекционном снижении. Следующая цель по снижению – это уход ниже отметки 1.3822 и далее, вероятно, снижение до отметки 1.3470. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.3998. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цель роста – это уход выше отметки 1.2566, последующей целью движения на 2.6996. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления минимальной значения, которую мы увидели вчера, на отметке 1.2492 с целью снижения до 1.2240. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Сегодня с утра торговались вблизи максимальной значения вчерашнего дня, но с утра пара корректируется до отметки 1.109.06. Вероятность снижения ниже отметки 1.108.44. Если оно произойдет, то далее мы можем увидеть пару на отметке 1.107.30. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после полноценного закрепления выше уровня 1.109.64. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению – это область 77.83, далее – 76. Возврат к покупкам, а значит и движение в сторону основного тренда, будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 7.909. Пара евро-фунт продолжает свое восходящее движение. Цели роста находятся на отметке 89.53, ну а ближайший разворотный уровень располагается на минимальной значения вчерашнего дня, отметка 88.54. Золото продолжает снижение. Вчера доходили до уровня 1.320 долларов за тройскую унцию, именно там сейчас находится цель по нисходящему движению в рамках сегодняшнего дня, с последующим снижением до отметки 1.307. Возврат к покупкам по данному активу будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.346. Нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это уходят ниже отметки 66.90, далее снижение до 65.19. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет пробить максимальное значение вчерашнего дня, отметка 67.96, закрепиться, пробить, закрепиться и далее уже вероятно возврат к покупкам с целями движения на 70.87 и 72.80. По индексу DAX вчера к концу торговой сессии мы видели восстановление до уровня 12.667, но если говорить о возобновлении роста по данному инструменту, нам необходимо увидеть уход выше данного уровня, пока мы находимся в нисходящем тренде с целями движения до отметки 11.692. По биткоину вчера к концу торговой сессии мы также видели восстановление, закрылись мы выше открытия, но для подтверждения завершения уже коррекционного нисходящего движения нам необходимо увидеть закрепление выше максимума вчерашнего дня, отметка 7.906. Пока мы торгуемся ниже данного уровня, коррекционное снижение по биткоину сохраняется с возможными целями снижения до 5.700. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк, ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах. Продолжение следует...